Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Лена Босс рада тому, что не стала строить отношения с Богданом Ленчуком, который недавно покинул проект. Она написала в своем блоге, после ухода Богдана половина участников получили от него смс, которые его не красят. Теперь я убеждена, что моя интуиция меня не подвела. Ему нужна была только проектная история. Оля Райская возвращается на поляну. А я все сдала, написала Ольга. Диплом готов, миссия пройдена. Да, кстати, конечно, я возвращаюсь на проект. Скоро конкурс Человек-года, в котором я намерена участвовать. Также я очень хочу найти настоящую любовь и поехать на Сейшельские острова. В связи с тем, что Дима Дмитренко ее не дождался, переметнулся Крапунцель. Райская распродает все вещи, которые она покупала ему в подарок. «Продам мужской браслет, новый. Купила в подарок на день рождения человеку, который этого не заслуживает. Сжигать не буду, это не в моем стиле». Оля Жемчугова шокировала своих подписчиков. Перед операцией по увеличению груди, она сфотографировалась на приеме у врача и показала всем, в каком состоянии находится ее грудь. Как оказалось, Оле действительно было чего стесняться, так как грудь не только потеряла былую форму, но и стала симметричной, что действительно смотрелось не очень привлекательно. Оля объяснила это тем, что мамопластика рекламная, а в ее задачу входит рассказать всем женщинам с аналогичной проблемой, что все можно исправить. И Оле совсем не стыдно было показать свой бюст. В одном из эфиров Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, почему ее отец, дедушка Марины, отказывается смотреть «Дом 2». Причина оказалась очень неожиданной. Он отказывается смотреть телепроект, потому что его дочь не держит спину. Оказывается, Татьяну с детства учили держать спину прямо, чтобы выглядеть настоящей леди. Отец Татьяны Владимировны делал ей постоянно замечания по этому поводу. Она даже с дочкой ходила на специальные курсы, где учат, как правильно себя нужно вести перед камерами. Но увидев, что Татьяна все равно горбится, он решил не тратить нервы и перестал смотреть проект. Также Татьяна Владимировна рассказала о состоянии своей кошки, которая упала с шестого этажа. Ее подписчики очень переживают за животное. Приехали домой с Мариной навестить прыгунью нашу. Ей лучше. Она немного хромает и очень тихая стала, пришибленная такая, серьезная и невеселая. Врач говорит, что со временем станет лучше. Константин Иванов принял извинения от Богдана Бобрика и заявил, что они вновь хорошо общаются. Напомним, что между ребятами была драка. Богдан немного выпил и начал устраивать разборки со своей девушкой. Костя же попытался остановить горячего Богдана, но тот не угомонился. В итоге и произошла потасовка. В семье Нелли Ермолаевой случилось радостное событие. В своем микроблоге она написала, что ее новоиспеченный муж получил третье высшее образование. Это событие они отметили за ужином в роскошном ресторане. Юра Слободян и Катя Токарева опять вместе. Они занялись сомнительным бизнесом в той же самой компании, что и Габозовы. Подписчики комментируют, разочаровали. То, что они рекламируют, это одна химия и здоровье портит. Неужели они не понимают? Как и Оля Бузова, Элина Камерен тоже решила написать книгу о себе. В своей книге «Дневник Камерен» хочу быть с вами предельно откровенной. Пишите ваши вопросы в комментариях. Самые интересные и даже каверзные я опубликую в книге и отвечу на них неприкрытой правдой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!